Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю опять же мук-панк. У нас сегодня с вами курица. Она просто пожаренная на сковородке. Это не в духовке, не гриль, ничего такого. Здесь у нас картошка вроде наподобие фри. Мамочка приготовила. Курицу жарила я. Помидорки, огурчики, болгарский перец. И давайте не будем терять ни минуты. Начнем. Я вилку забыла, но не страшно. Будем кушать прям руками. Больше всего я люблю крылышки. Очень не люблю голени. Есть кто-то, кто любит голени. И мне так нравится у нас с парнем прям взгляды разные. То есть ему, например, наоборот нравится голени и не нравятся крылышки и горлышко. Я думаю, блин, как заживем. В детстве у нас с братом прям были скандалы из-за частей тел курицы. То есть и ему нравились крылышки, и мне. И, конечно, никто из нас не мог уступить. Мы устраивали скандал. И маме всегда было стыдно за нас. Мама говорила, что сколько можно драться. Сколько можно ругаться из-за мелочей. Почему у всех дети такие дружные. Я смотрю фильмы. Там дети такие умные. Прошли годы. Мы поменяли взгляды на жизнь, так скажем. И теперь уже мы очень редко ругаемся с братом. Брат просто делал так, чтобы я не могла ничего рассказать родителям. Он покупал решебники. Я не знаю, сейчас есть или нет. Были такие книжечки. Где было решение. Например, учебник продается. И еще рядом решебник. То есть все упражнения, которые есть в учебнике, есть прорешенный вариант в решебнике. В наши времена было так. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У вас сейчас эта система работает. Брат просто вместо учебников покупал, например, шесть решебников. Он записывал домашние задания. Например, страница 25, упражнение 3. Окей. Он всегда говорил, зачем покупать учебники? Они стоят так дорого. Давайте мне сразу решебник. Гениально, брат. Ты прям получишь золотую медаль. И в общем, мало того, что он покупал эти решебники, так он еще ленился писать это все в тетрадь. Он приносил свой решебник, свою тетрадь, ставил передо мной и говорил, слышавца, написала. Потом такая минутка тишины, я так смотрю на него. Он поворачивается. И родителям было очень странно, что Айка не вылазит из своей комнаты, делает уроки, все пишет, 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 там что-то, а учится на 4 и 5. А вот сын наш гений даже учебники не покупает, а у него 5. Ну как это? Вот такая вот система у нас была с братом. Сейчас вроде как учебники бесплатно дают. В школе в наше время мы все это покупали и, блин, это было ужасно дорого. То есть, например, энную сумму ты тратишь на ручки-тетради и еще плюс энную сумму на учебнике. Ммм, как вкусно. Обожаю вот эти части тела, части курицы, то есть. В общем, вот так вот мы и учились. Устные предметы у него было всегда. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2. А письменные? У нас в универе была одна учительница, преподаватель, точнее. В общем, она бывший адвокат и она заставляла рефераты все писать от руки. То есть, она говорила, что если вы распечатали просто и принесли мне текст, это ничего не значит, что у вас в голове что-то отложилось. Пишите от руки. И понятное дело, мальчики просто ленились, им было неохота писать. И у одного мальчика у нас была девушка. Они вместе учились в одной группе. и получается, что девушка писала все эти рефераты запально. А как вы думаете, адвокат это спалит? Конечно, да. Однажды начало урока, и преподаватель нам говорит, откройте последнюю страницу вашей тетради, я буду сейчас диктовать, вы пишите предложение. Ну, так и зачем в конце тетради? Давайте вот начнем сначала. Она такая нет. Причем тетрадь именно рефератов. И мы все написали, она сразу же подошла к этой парочке и сравнила почерки написанных рефератов и то, что этот парень написал в конце тетради. Она просто этому парню поставила двойки. Не то, что двойки, нули, да, нули в конце приводят к тому, что тебе на экзамене нужно набрать очень много баллов, чтобы пройти. В общем, срезала она его так. И сказала, что со мной такие штуки не пройдут. Я бывший адвокат, я больше вас знаю. Блин, вспоминаете времена? И так круто, что закончилась школа, закончился универ. Ты никому ничего не должен. Ну, разве что работа. Ну, это в кайф. Тебе за это платят. А школа эта просто так, ты трудишься. Тебе никто за это не платит. Вот это печально. Мм, как вкусно. В общем, не один мой брат такой. Много кто. Обычно парни не любят учиться, и в конце это привозит к не очень хорошим последствиям. Это когда мы ходили на занятия, с нами была девочка. И у нас был снах. Снах, как по-русски. В общем, пробный экзамен вступительных. То есть, например, летом, в июне мы сдаем вступительные экзамены в универ. Мы готовимся в универ. Вместе сидим в одной группе. И в течение года четыре раза бывают государственные пробные экзамены. то есть, они ни на что не влияют. Ты просто можешь проверить, насколько ты знаешь материал, и впоследствии, насколько баллов ты можешь рассчитывать. В общем, вместе с нами ходила девочка. Вот ни разу я не видела, чтобы она подготовленная пришла к уроку. Ни разу. любую какую-то дату спроси. Не знаю, как решается это уравнение. Ничего. Реально не знает. А приходит из дома, у нее все решено. И для меня было удивительно, что каждый раз эта девочка ходит на пробные экзамены и набирает максимальные баллы. Я тут, значит, тружусь, и я набираю в три раза меньше, чем она. А она иногда приходит, например, пораньше, говорит, ой, скинь мне по WhatsApp ответы. Я ей скидываю, она пишет. То есть, человек конкретно не занимается, ничего не знает по факту, а идет и набирает такие баллы. Я иногда думала, может быть, она делает видимость того, что она ничего не знает специально. Не знаю, у меня разные варианты были, но до меня искренне не доходило. Во-первых, зачем идти на занятия, платить учителям, если ты не занимаешься. Причем, девочка из бедной семьи. Потом выяснилось, что она просто идет на повторный пробный экзамен. То есть, в году пробных экзаменов 4. И не все успевают зайти на этот экзамен. То есть, один раз проводится, например, в субботу, а второй раз, например, во вторник. Те дети, которые не поместились, так скажем, в классах, например, в субботу, они идут во вторник. А вопросы те же самые. И, в общем, подруга ее шла, потом я ей говорил ответа. И она тут набирает максимальный. Мы что-то один раз с подружкой даже ей сказали, вот какой смысл обманывать. она такая во все я никого не обманываю, я все это знаю, с чего вы взяли. Если вы плохо учитесь, это не значит, что все такие тупые, как вы. Просто учительница каждый раз нам ставит в пример ее. Посмотрите, вот максимальные баллы набрала и даже на уроках особо ее не спрашивала, потому что она и так, и так все знает. мне реально очень-очень было интересно, поступит ли она. Потому что человек, который во всех ситуациях всегда может найти у кого списать, я думала, на экзамене тоже она стопудово найдет. Не то, чтобы позлорадствовать, просто интересно было. То есть у меня не было такого, что вот ты не поступил. Мне было пофиг. Я хотела, чтобы все поступили, потому что все мы трудились, а самое главное, наши родители выделяли деньги. Нашим родителям с трудом достаются эти деньги, они отдают учителям, чтобы мы занимались. Ну, в общем, прошли вступительные экзамены, она меня удалила из Инстаграма и вообще всех удалила. Я не поняла, зачем она это сделала. Но, опять же, то ли ей стыдно было, не хотела услышать от всех, мы же тебе говорили. Знаете, были вместе с нами ребята, которые, честно, признавались, ну да, я списываю, но что, мне неохота. Она прям смотрела в глаза и говорила, я списываю? Как бы, я говорю, ну, вчера я тебе скидывала ответы, но это один раз, я перепроверяла себя. Я сама решила и решила сверить с твоими ответами, правильно или нет, и доработать те варианты, которые у нас с тобой не сходятся. В конце она не поступила и почему-то всех нас удалила. С тех пор я никогда нигде ее не видела, не слышала, про нее. Поэтому, ребята, к чему я это все? Все мы учимся для себя. Кого-то обманывать, делать вид, строить из тебя, чтобы, блин, все знаешь. Нету смысла. как же вкусно было. я хотела сначала взять маленькую тарелку, там ничего не помещалось. м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. как вкусно то есть кто думает вот например я весь год учиться не буду а потом пойду мне как-то фортанет я у кого-то спешу и поступлю к сожалению это не работает может у кого-то работает но я ходила по репетиторам и у каждого учителя мы например сидели по 4 человека ни одного я такого не видела что прям фортануло и поступил единственное чтобы я изменила я бы не стала ходить к учителям я бы пошла бы на курсом подготовки к вступительным экзаменам то есть у нас была учительница по географии у нее никто не написал максимальное количество баллов просто потому что в ее конспектах не было ответов на вопросы которые мы получили на экзамене поэтому это чисто не знаю мой выбор я бы например своего ребенка дала бы на курсы к примеру я считаю что это была ошибкой но опять же каждый решает сам в общем я покушала было очень вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца я вас всех очень очень сильно люблю с вами блайка эмили всем пока